Эту идею в поселке Озерный Бондурского района вынашивали несколько лет. И вот нарядная лента, символизирующая рождение нового предприятия, перерезана. Сладкий аромат свежих яблок приводит гостей в цех, где уже запущено производство пюре. Здесь яблочки, которые только готовятся отправиться на переработку, принимают душ, а здесь пробная партия продукции бережно разливается по баночкам. Пюре яблочное используют у нас на Чичканово в комбинат. Я запомнила в золотой осени его шикарный зефир. Он сказал, что там классное пюре должно быть. Я говорю, я готова. Фрукты и овощи, которые идут на переработку, выращивают здесь же, в экологически чистом озерном, на полях членов кооператива «Урожай». К примеру, эти кабачки голландских сортов – урожай с фермы русско-нидерландской семьи. Уроженка Маршанска Юлия Шемарина встретила Леонардуса на практике от сельхозуниверситета в Нидерландах. Спустя время волею судьбы оба очутились в озерном. Помимо традиционных овощей, выращивают здесь кальраби, фенхель, зеленую спаржу и цикорий. Без проблем строить овощи. Фрукты без проблем. Климат хороший, земля хороший, экстраработка, хорошая продукция. Привыкаем. Есть, конечно, много вещей, которые дикие для человека, который переехал из Европы в Россию, но привыкаем. Из местных фруктов и овощей завод планирует производить джемы, повидло, конфитюры и соусы. В планах также запуск фитнес-линейки для тех, кто заботится о фигуре, но не может отказать себе в ароматном десерте. Ставка сделана на эту уникальность, на какую-то традицию домашней кухни, домашнего приготовления. Попробовав грушу с корицей, я в восторге, скажу, ничего подобного я не пробовал до этого. Поэтому удивительные вещи, там такие некоторые моменты. Вообще, честно говоря, на ухау их раскрывать. Понятно, что я только аромату сразу попробовал, когда чувствовал, услышал этот аромат и понял, что там корица. Но сочетание уникальное. Для меня, например, вообще я грушу очень сильно люблю в любом виде. А вот у Слада и для глаз цветущий парк чуть поодаль от нового предприятия. Зону для отдыха в Озерном обустроили пять лет назад в рамках профильной программы. Парковая зона в Озерном уже зарекомендовала себя как излюбленное место для прогулок жителей всего поселка. Отдыхают и проводят досуг. Здесь больше 300 человек, 75 из которых дети. Часть средств, затраченных на создание этого уютного уголка – бюджетные деньги. Часть пожертвования фермера Александра Передерий. Александра и Татьяна – супруги, которые несколько лет назад продали свой бизнес в Санкт-Петербурге и уехали на родину. Женщины в Бондарский район. Здесь супруги – успешные сельхозпроизводители, которые, между тем, не забывают и заботятся о селе. Вот эта сцена большая для того, чтобы проводили различные мероприятия, которые мы, в принципе, проводим очень много. День села, и День Победы, и Рождество, и Новый год. То есть у нас бюджет на социальные программы доходит до 500 тысяч в год. Татьяна Передерий сетует. В поселке нет клуба, поэтому ютиться приходится вот в этом небольшом здании. Все бы ничего, но использовать эти стены как дом культуры можно лишь вне спортивного сезона. Зимой здесь располагается теплая раздевалка для хоккеистов. Глава региона Александр Никитин, оценив творческий потенциал Озерного, пообещал проработать вопрос о создании клуба. Это здорово, что у нас есть такие вот люди, такие замечательные, действительно подвижники. Меня не перестает удивлять история этих замечательных людей, в гостях у которых мы сегодня находимся. Ну, казалось бы, жили бы столичные люди, жили бы в Петербурге у себя и ходили бы по музеям, да, там, питерским. Нет, они приехали вот сюда, на тамбовскую замечательную, уникальную по своей красоте природу, вот в эти живописные уголки и стали развивать их. Казалось бы, там, это не, еще раз говорю, не суперагрохолдинги, не агрофирмы, вот, а они там из своих, условно, скромных, будем говорить, пока доходов, вот, но иначе перспективу, рост, несомненно. Сегодня задумываются и вот о социальных аспектах жизни на селе. Поэтому огромное им спасибо. Я очень рад и сказал, что моя мечта, вот, обращаясь сейчас к коллективу небольшому, я сказал, моя мечта, чтобы подобных проектов на тамбочной было больше. Визит на Бондарскую землю завершила встреча губернатора с жителями сразу трех районов – гостеприимного Бондарского, Печаевского и Гавриловского. Александр Никитин отметил, что даже в непростой период пандемии регион преуспел в промышленности и сельском хозяйстве, поблагодарив всех, кто внес в общее дело свой скромный вклад. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Не идеализируй ситуацию.